так друзья едем в юрты константиновы уже переправились по бантонному мосту показал чеки о том что платил в юрге проезд по мосту 130 рублей стоит такой вот ребристый чтобы не буксовать по металлу резина хорошо буксует поэтому наварили такие полосочки это мы друзья тонн переезжаем вот она щеголка тут дальше хорошие местами асфальт вот так вот у нас гвоздь программы бастион вас скажи привет зрителям гав гав привет говорит собственно в клеточке все хорошо у него едем ведь и спокойно спокойно разваливается отдыхает удобнее чем ногах тут бы ему место мало было бы так вот едем скоро уже добудем на место уже 15 километров осталось дорогие друзья здравствуйте я добрался до базы так она и называется да стас юрты константиновы да стас скажи привет моим зрителям там от солнца наверно вот это стас вы все знаете с канала чук чук ссылку тоже в описании вставлю вот в общем я добрался до базы своего дома за три с половиной часа 220 километров но обзор базы сделаем попозже в итоге сейчас время получается 2042 посидели чеку попили и подумали что делать поехали поохотимся вот мой фит собственно поэтому сейчас едем доход и тут прям сколько 100 километров 10 ну вообще если непосредственно в сами юрты константиновы в общедоступное берешь что-то хочешь сразу за это старец и уже тетерево валом нам нужно до добраться еще надо к тут вот переехал 5 минут уже охотишься брод рядом он макомаленький брод вниз можно чуть дальше а мы поедем сейчас 10 километров отсюда начинается сосновский обход и как раз с этой стороны уходе весь заяцкий дерева а с той стороны через два сентам уже вся косуля она поскольку особенно интересно все наш предмет охоты он весь тут понятно 10-15 минут мы охотим то есть мы сейчас сядем на машину и поедем 10-15 минут и мы на месте собственно включимся уже там после охоты сделаем обзор базы ну либо уже завтра будем про это говорить а может быть два ролика поэтому смотрим собаки мой радостный бегает поэтому друзья нам ни куха ни пера вам приятного чаепития погнали ну ты рад что на охоту то едем дано сашка очень вот она старится по которую стас рассказывал вот там луга за ней там вот дичи утка тетери всего буран то что тут и утки много да конечно тут и транзитные местные и черки и крякала всяко разно это вот здесь ты вот весной охотился да он там я вон там 300 метров сзади нас около базы от базы 300 метров я то есть ты приезжаешь сюда живешь на базе в комфортных условиях и в 300 метрах от базы добыл сколько там как это вообще это за помощи но у нас в общем получается три штуки в день но ситуация такая как бы что я добыл 3 да пошел пришел туда в итоге но не было такого что сидишь везение утки нету да да кого ну я вот прихожу в 4 утра в пол шестого у меня уже норма ну понятно то есть как бы проблем нет суткой да здесь весь транзит идет мы добрались до места вот такой лук естественно вас уже скулит он услышал увидел ружье уже не может мы в жилетах это коллективная охота два человека собака одно могут подружейно охотиться то есть мы все документы оформили все у нас хорошо сейчас будем охотиться плохо конечно что ветра нету мочу поделаешь шапку развернул кепку развернул чтобы козырек не перекрывал обзор потому что из когда с козырьком половина не видно ближе выше за за чую видишь хвостом завелил но так какой-то барсуга находил ведь теряем уже днем тут были да они если днем прошли он их уже чует лишь ветра нету челнок маленький по три метра четверку добыли и и петуха добыли молодой только пробивается тут где-то выводок давайте поищем пишем работает щас ищи стой дай ну так вот друзья зорьку вечернюю от охотились поднялся один тетерев не знаю от собаки или от нас как мы там попали короче взлетел я два раза стрелял стас по моему один или два но в итоге он упал бастион так как там бы это был короче выводок это была тетерка он сильно впечатлился этим начал нюхать и не стал подавать битую птицу пока я с ним разбирался пробу чтобы он подал взлетел петух это молодой стас его добыл потом пошли мы дальше тетерев больше не подняли но поднялось три перепелки одну я благополучно добыл не знаю первым и вторым выстрелом не помню но бас не остановился он убежал за той перепелка которая на стаса улетела стас ее добыл в итоге бас ее нашел мою перепелку найти не смогли там была очень высокая трава вот заработал видишь сейчас кто-то взлетит вперед ищи бас ищи чё затупил чё такое а вчерашнего перепела нашел смотри вот он то молодец бас умница мой я же говорю вчера добыл тоже вот такое друзья подошли к месту где я вчера стрелял перепела не смог найти он и вчера его нашел просто он обижены на меня был короче не надо на собаку ругаться мы же тут не за дипломами да как работает так работает виду всех данных вот вчерашний перепел все хорошо друзья спорим еще раз охотимся 10 минут охотимся 3 теперь и лужи бас молодец мой хороший по перепелу хорошо работает мне прям нравится по тетереву я не понимаю как он работает как-то взлетают то ли мы сами пришли но перепела мы бы сами не подняли тетеревов этих мне кажется ну мы рядом упрощение вот так же взлетели может быть я ошибаюсь я не знаю места разведали теперь мы понимаем где надо гулять луга есть поэтому завтра должно быть интересно то второй день утра сейчас 6 утра там не стали вставать там 4 потому что ехать рядом и на улице сейчас плюс 9 все-таки уже осень и у нас как минимум собака будет сейчас можешь быть два работать и к 8 я думаю не будет плюс 25 поэтому все нормально так же будет роса поэтому в сапогах патроны зарядили стреляем тройкой феттер стал устаса по моему там четверка вот у меня получается торнадо шорт все хорошо мне нравится как работает из-под собаки в принципе это у меня приоритет и только мне больше всего нравится на всех охотах использую в общем будем охотиться не знаю как вся собака поведет решил ее сильно не наказывать пусть она работает как работает если даже там найдет и подавать не будет я его наказывать за это не буду потому что он характерный психика нестабильная сразу психует и перестает вообще работать поэтому ну найдет не подаст спасибо я подобрал и пошли дальше будем охотиться поэтому такая стратегия не буду сильно мучить сегодня пусть просто в удовольствие работает ну и собственно у нас же целью всех поохотиться в удовольствии этим сейчас и займемся друзья стой стас на тебя это перепил стой молодец от а так он на тебя полетел чё но я по технике не стал бас молодец хорошо отработал вилка поднял прям из-под лап вас вперед назад молодец молодец тут еще есть смотри или он этого сейчас может нюхать хорошо по перепелу работает мне прям нравится он так взлетел как стой дай ближе ближе вас ближе ближе вас ближе бас ищет ищет вас фишку сорвала вас нет я его не вижу вот этот бас ко мне стой ко мне видел прямо чуют вас ко мне вас а вот его я его провяжу стой вас ищет нашу дай вас дай не хочет дай молодец сидеть но я сам нашел а но тройка сильно рвет но так друзья бас у меня поплав по перепелу работает очень ощущение да хорошо прям именно на ходе даже остановился то ну первого я не стал стрелять на стаса улетел у стас пока сообразил он думал кто это вообще он не понял это перепел их там да короче бас по перепелу отлично работает но подавать мне его не хочет и не найти проблема я не знаю в чем проблема но как я уже объяснял проблема в прошлой серии я сильно его за это мучить не буду я прям благодарен что он его поднял бебе собаки вы никогда перепела не поднимите в такой траве но охотимся дальше мы прошли буквально 100 метров и уже два подъема прикинь там еще есть это мелкие так мы охотимся друзья дальше сейчас я уберу дичи пойдем а кстати друзья торнадо шорт тройка идеально работает ну сколько метров ну 15 наверно было да стас до выстрела четко с первого ляп вообще красота охотимся стой дай бас вперед стой и ты ее звел дай и и Ищи. Стой Стас стреляй стой дай давай я попробую пройду мне кажется сетерев не будет такой фигни сидеть стой дай одновременно время 10 часов уже 9 это 58 это мы тут три часа ходили но не умудрено вас первых наверно часа полтора два отработал отлично ну как отлично я в этом ролике будут только выстрелы друзья потому что подачи у нас откровенно нету поиск битой дичи так себе но ввиду тех причин который я уже рассказывал в первом вам до ролики ссылку ставлю проходите смотрите не получается его натаскать у собаки чутье есть по перепелу он работает тетерева получается на этих лугах сегодня не было но тем не менее друзья смотрите мы добыли сегодня получается раз два три четыре пять шесть семь восемь перепелов один из них вчерашний и вчера получается мы сколько трех или двух добыли а и двух тетеревов получается 9 перепелов за вечер и утра двух тетеревов и получается было следующее друзья наткнулись мы сегодня на ну я наткнулся ста с другой стороны обходил думал что там все таки там эти тетерева будут но трава высокая мы пошли с басом здесь и подняли мы получается выводок я растерялся что-то не знаю сколько расстрельнул три упала но скажу так друзья нашли одного и того в итоге мы сегодня вот этих двух не нашли а так в целом нашли всех ну там реально сложно было в это выводок запахов много собака теряется но не нашли мы короче двух но тем не менее скажу друзья так без собаки тут вообще делать нечего перепела ты не найдешь во-первых на выстрел он не взлетит а вторых даже если как-то и поднимется битого ты вот тоже никогда не не это не найдешь в итоге что имеем собака работает как охотничая не для выставок не для состязаний испытаний но я уже объяснил он у меня болен но тем не менее он работает отрабатывает все вложенные в него силы энергии вчера я еще маленько подпсиховывал из-за того что он не подает ну как бы ну имеем то что имеем ну чё психовать собака работает мы охотимся все радостные веру своих сил и возможностей да я уже объяснял кто не в курсе лень смотреть серию у собаки эпилепсия вот сейчас на таблетку вот прям сейчас он под таблетками уже наверное недели три это кряду но без приступов до этого три месяца были разные таблетки и приступы были раз в две в три недели ну вы приступы словно прям серьезные были поэтому это уже успех что он работает охотились торнадо шорт у меня у стас у тебя что был hunter close hunter close range да он очень-очень до кучный но у меня была проблема следующая стас если промахивался то промахивался у меня дробь была крупная тройка я все-таки ждал что будет перепела стаса было чуть-чуть там четверка в контейнере но это очень кучно четверка в контейнере из close range hunter с торнадо нам надо охотиться до любой в принципе шорт скид можно использовать для охоты но надо все-таки использовать друзья дробь 7 7 с половиной а может даже и и 9 вот я в это в прошлый раз охотился со спортингом попадать было гораздо проще и птицу так не разрывала все-таки напереки дошли на теревов но добыли получается сегодня 8 перепилов у нас я считаю это хорошая добыча для второй охоты как мои так и для собаки вообще первого стас вообще первый раз перед улак никогда не маленький для меня но сама суть что сейчас ты не поднимешь его без собаки вот такая друзья охота на этом еще не конец сейчас мы вернемся на базу я вам расскажу еще про базу так что вы тоже можете сюда приехать и поохотиться так же по перепилу по тетереву по зайцу ну и по всем остальным зверям которые мы о которых мы вам расскажем позже так что друзья едем на базу ну так вот друзья мы на базе юрты константиновый уже дичь разделали она спокойненько лежит в морозилке который вы также можете воспользоваться когда приедете на охоту сюда уже собственно переоделись готовы ехать на трассу сейчас я ставлю кадры как выглядит база с одной точки чтобы вы примерно понимали как все это выглядит когда заезжаете на территорию базы слева будет большая парковка на которой всем хватит места напротив парковки то есть справа от везда будет такой туалет он не совсем деревенский там внутри есть унитаз есть раковина туалет с подогревом со светом с теплой водой в любой мороз там комфортно здание администратора административные постройки беседка первая баня батут если здесь детьми приехали беседка вторая первый дом четырехместный двухквартирный четырехместный с каждой стороны наш дом получается который мы живем трехместный далее двухквартирный слева 5 местный справа трехместный проходим далее и видим беседку друзья это наш дом мы в нем живем на этой охоте заходишь приходится тут умывальник с теплой водой вещи положить место много или все хватит дверь в основной дом давайте начнем справа стоит печка в любой мороз будет вам тепло она современная со всеми там технологиями долгого длительного там горения заложил и до утра будет очень тепло три кровати я вот на той спал вот тут стас живет тут вот стас тебя не видно ты засвеченный вот вот сейчас вот видно тут получается стол ну и все что нужно есть электричество чайник плитка посуда вся есть да и также если у вас нет времени желания топить печку можете воспользоваться электро батарея сверху да я говорю посуда есть казаны есть на базе если надо можете пойти взять казан администрата ну то есть все условия также холодильник есть все можно воспользоваться охладить дичь также друзья есть место для разделки он какой красивый то есть все очень удобно и вот собственно стас канала чук чук вы уже его знаете мы с ним охотимся вот в общем зрители моего канала стас уже должны знать очень хорошо кстати ссылку в описании на канал чук чук я оставлю проходите смотрите много очень интересной и полезной информации так сказать на канале есть наша весенняя охота на этой базе а на уток а да кстати он на селезней весной охотился селезней идет тут можно их сотнями отстреливать и и собственно давай ты сейчас расскажешь зрителям про базу юрты константиновой на кого здесь можно охотиться ну и вообще вкратце скажу подожди то что от новосибирска до этого места через юргу напрямую до если ехать получается 225 километров то есть в дороге 3 3 с половиной часа то есть это очень быстро и близко по щебенке я проехал километров наверно 30 но щебенка такая я ехал 80 90 ехать можно эту дороге ровняет дороги хорошие школьные автобусы ходят да ну собственно стас ты расскажешь на кого здесь как можно поохотиться как провести разрешение как основные предметы охот здесь это утка это тетерев это рябчик и перепелка как оказалось заяц беляк что касаемо самой базы ссылку на сайт базы юрты константиновые оставлю в описании под данным роликом под данным роликом также оставлю номер телефона администратора звоните бронируете домик также можете уточнить там где и как приобрести разрешение на охоту также друзья давайте оставлю номер телефона стаса это рабочий номер поэтому в любое рабочее время стас всегда ответит и вам объяснить где как взять путевку также проблем не да также можно вам организовать охоту про это сейчас подробнее расскажет собственно ну тут по организации охот но вот в основном в основном к организации охотной на базе прибегают ребята кто только недавно вот допустим вы приобрели оружие до гладкоствольное и у вас еще нет друзей которые профессионально там охотятся или близки к этому да у вас нет охот группы но вы хотели бы охотиться но не знаете с чего начать звоните организация охоты дорого не стоит там трех до пяти тысяч в день она вам обойдется по крайней мере вы можете один день оплатить организации охот посмотреть места на следующий день уже сами туда приехать делать то же самое что и в первый день когда вы были со мной и просто охотиться то есть по большому счету знакомство с территорией ближайших обходов тут по большому счету надо понимать что это база в офигенной локации находится она находится в точке можно сказать пересечении четырех обходов то есть тут получается пашковский обход сосновский обход дубровский обход и общедоступные территории яшкинского района и мы по сути вот по центру находимся и отсюда можно хоть куда ну двинуться просто вообще без проблем можно даже если в яшкина допустим не охота за путевками на яшкинский общедоступные заезжать вы можете просто выписать сосновский обход там тетерево валом рябчика там перепелов просто зайца просто вообще ну космос вы даже можете один этот обход только взять и тут просто спокойно охотиться до обхода 10-15 минут езды от база то есть до начала границы обхода а там уже как говорится куда это кривая русской мечты как заведет охотничий просто суть в том даже что смотрите многие из вас мне пишут на рабочий телефон сама в комментариях типа сань я вот только взял ружье где мне охотиться папа скажи места так вот друзья вот оно это место также часто мне пишут вот этому же охочусь несколько лет я бы хотел с тобой на охоту съездить у меня ничего не получается научи вот друзья приезжайте люди вас научат и поверьте 35 тысяч за то чтобы вас научили охоте как бы там понятно что охота это очень емкое да дело но за один день конкретной местности можно понять что и как делать примеру мы вчера со стасом приехали он не показал места вы сами это видели да да были двух перепелов 2 тетеревов одного мы не нашли на утром нашли но это видели если смотрели этот ролик и вот сегодня утром я в принципе готов был сам туда ехать то есть я бы не если бы вчера при холода или 35000 и поехал бы сегодня бы сам охотился и приехал бы с той же самой добычей и в другой раз естественно ну куда мне ехать я бы сюда и приехал но зачем мне 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 тратить время это же еще и там ресурсы на разведку ездить куда-то то есть вы потратите больше на разведку чем стоит вот а вам еще раз в них влюбляешься с первого взгляда и вот охота по утке здесь около сотни старец прям вот они от базы начинается сразу за воротами базы начинаются старицы и вот чем на них на утку интереснее охота чем допустим на больших озерах что вы охотитесь весь день в утрянку от охотились на озере потом весь день вы курите до вечера пока на вечерку сходить здесь не так тут вся утка в этих же старицах и залегает и получается утром от охотились на блиндажной охоте из-за ситки а потом просто весь день вы можете гулять ездить там по этим старицам охотиться с подхода и то есть до самого вечера прям она везде там в теньке сидит в кронах вот этих кустов подходишь в ладоши похлопала она он подлетает ее бьешь на лодочке сплава есть собака собака сплава то есть помимо того между старицами гуляете когда утку гоняете с подхода так тут же с тетерева на лугах залетает если у вас есть путевка то есть тут путевку набрать сразу утка тетерев и самое интересное что аренда домика трехместного в котором мы живем стоит полторы тысячи в сутки если вы снимаете от двух суток да если на то есть то 2000 то есть иными словами если вы вы приезжаете втроем вам сутки обходятся в 500 рублей это конечно 500 рублей в 500 рублей в вам стоит вам входит это ну это плитка это все удобно это тепло это комфортно чайник это туалет теплый с теплой водой также за 500 рублей в час можно баню арендовать вам ее стопят пойдете помоетесь и чистенькие ляжете спать также есть друзья место для разделки и добычи есть холодильники где можно ее заморозить и привезти домой то есть куча головников у вас отпадает просто представьте вы молодой охотник и вам надо купить палатку печку в палатку авто холодильник там кто-то еще баню себе сделать это вы состояние оттуда потратить а тут даже тут просто за 500 рублей в сутки у вас все есть вот пацаны зимой приезжает то на зайца охотится тетери в слунок они даже не надо снегоходы таскать за вперед то есть они вот приехали здесь их оставили то есть пять суток сене от охотились выходные снегохода оставили уехали и все аренда места после чего ничего не стоит то есть просто вы приезжаете бронирует на следующие выходные чтобы он был не занят и соответственно под это дело им бесплатно парковка снегоходов но это идеальные условия беру таких цен очень мало найдете но я думаю качестве да но база очень чисто аккуратно и люди работают реально очень приятно поэтому друзья все контакты в описании звоните бронируйте охотись и главное друзья охота может быть хоть сколько интересно надо но если вы замерзли просты ли она того не стоит у вас сразу все эмоции про уходят на второй план а тут все комфортно поэтому друзья охота должна быть в удовольствии и в кайф по этому разу когда база находится вот именно внутри обходов но никуда ли хоть не надо ты поохотился 10 минут и даже не надо еду с собой брать ты поохотился все устал захотел кушать ты просто приехал на базу а поля поел отдохнул вышел сапоги там если надо переоделся переоделся да и вернулся через час полтора вернулся опять в обход все так мы все друзья наверно данный ролик закончим и так у наверно уже длинные уходит все контакты в описании спасибо огромное за внимание увидимся уже совсем скоро пока